Жан, гениальная идея для новой игры, мужики в черной обтягивающей форме врываются в офисное здание, кричат всем лизать, где лизать, в каком месте, в смысле прилечь на поль, на поле, в смысле на то, на что мы наступаем, ну на поле, в смысле антоним слову потолёк, в общем, лизать мордой в поль, мы ещё начинаем всех связывать, тычут в них длинные продолговатые предметы. Мишель, звучит прекрасно, но наше руководство никогда не позволит нам это реализовать. Почему? Потому что это их трудовые будни, ты ещё предложи слоган Джейсону, у нас в домогательство возможен материал для расследования по коням. А почему инди-разработчики могут себе это позволить, а мы нет? Потому что, Мишель, у них скучные трудовые будни. Точно, им же сочувствовать тут надо, а не завидовать. Неудачники. Но идею со связыванием ты зафиксируй. Обязательно передам полю. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим на давно забытую, но очень интересную тему. Симулятор работы полицейской штурмовой группы SWAT. У нас этот жанр многим известен благодаря проекту SWAT-4 от студии Irrational Games. Также известный благодаря проекту Bioshock. Среди людей бытует мнение, что SWAT-4 это четвёртая часть серии таких вот тактических боевых симуляторов спецназа. А это не совсем так. Тут ситуация, что называется, начнёшь изучать фамильные портреты, до такого докопаешься, становится весело. Я когда, да, готовился к этому ролику, думаю, дай посмотрю про SWAT. Я-то тоже один из тех, кто знает про эту серию благодаря SWAT-4. Я поигрывал SWAT-4, мне игра нравилась. Я пытался смотреть SWAT-3 Close Quarters Battle, не понял эту игру. И тогда, в общем-то, для себя эту тему закрыл. А сейчас я внезапно для себя узнал, что SWAT это вообще-то было ответвление серии Police Quest, которая стартовала в 1987 году. И да, эта игра полностью соответствовала своему названию. Полицейский квест. Это был классический квест, в общем-то, от компании Sierra. И было 4 части Police Quest. И только в 1995 году вышло ответвление серии Police Quest под заголовком SWAT. Но! Вот этот самый первый SWAT, это был FMV проект. Full Motion Video. Тогда была модна вот эта вот идея записывать ролики с участием живых актёров. Фактически игра, живший фильм. И вот первый SWAT, это был такой вот проект с использованием вот этих вот FMV роликов. Более того, большая часть игры была посвящена тренировкам. Миссий там было буквально несколько штук. Police Quest SWAT 2 был уже тактической стратегией, сочетавшей элементы XCOM и Jagged Alliance. И только в SWAT 3 с под заголовком Close Quarters Battle, во-первых, отвалилась вот эта вот часть Police Quest, во-вторых, игра стала уже боевиком от первого лица. То есть у серии очень такая вот занимательная история. Путь от классического квеста до тактического боевика, такого тактического симулятора работы полицейского спецназа. SWAT 4, он чем и удивлял людей, которые впервые приобщились к этой идее, что ты должен не сначала стрелять, а потом не задавать вопросы. Нет, ты должен, собственно, работать, как работает полицейский спецназ. То есть стараться арестовывать преступников. То есть ты прибываешь на место действия, на сцену преступления, и оказывается, что там все подозреваемые. Ты не можешь снисходительно относиться к гражданским. Гражданских нет. Все подозреваемые абсолютно. Поэтому всех людей нужно обязательно обездвижить. А люди в панике зачастую пытаются убегать. Можно стрелять им по ногам. Можно их подчинять ударом приклада. Как оказывается, отрезвляет очень многих. Они падают на колени, руки за спину, стяжка, пошли дальше. Если обнаруживается какое-то оружие, его тоже нужно обезвредить, доложить начальству. И вот так вот постепенно комната за комнатой. И что самое страшное было в SWAT 4, ты до конца никогда не понимал, когда комната открывается, перед тобой гражданский или преступник. Были нередки ситуации, когда человек сначала руки в гору, а потом ты успокаиваешься, и тут он опа, выхватывает пистолет, и одной пулей тебя убивает. Или, если не убивает, он тебя ранит. Например, в руку, и ты уже не можешь вести точный огонь. Или в ногу, и ты начинаешь уже очень медленно передвигаться. Операцию нужно провести до конца. А помещений много. Каждая комната это испытание. Это очень методичная, интересная работа. Тем более, ты командуешь подразделениями. Нужно разведать, нужно посмотреть, сколько там людей. Принять решение, как именно мы входим. Просто открываем дверь, заходим, привет, ребята. Или бросаем светошумовую гранату. Если дверь заперта, как мы будем ее выбивать? Нужно работать очень осторожно. И плюс к этому, в SWAT 4 студия Irrational Games, будущие создатели Биошока, они сделали очень, очень атмосферные локации. Чего стоит хотя бы подвал маньяка, памятный очень многими, которые ты следуешь. Спускаешься в него, и осторожно, осторожно продвигаешься вглубь. На тот момент, я уверен, многие чувствовали себя живыми участниками молчания ягнят. SWAT 4, он еще чем выделялся на фоне многих тактических боевиков, включая большинство проектов под брендом Тома Кленси. Такой вот приземленностью, то есть даже бы сказал максимальной приземленностью. Полицейские, такие вот простые в каком-то смысле сценарии, но в то же время напряженная атмосфера, без раздутости какой-то, без вот этих вот попыток в стиле Тома Кленси поднять ставки, сделать все масштабнее, чтобы там судьбы мира, что только вот этот вот суперотряд призраков или суперагент Сэмфишек, способный остановить ядерную катастрофу, где в большинстве ситуаций все понятно. Вот есть злодеи, вот есть хорошие парни, вот есть там какие-то сепаратисты, вот есть там какие-нибудь русские националисты, вот там боеголовки разной степени ядренности. Нет. Полиция, соответствующие сценарии, соответствующие локации, все приземленно, все продумано, все собрано в такую очень цельную, крутую конструкцию. И ни в коем случае нельзя всех убивать. Это был для меня лично шок в СВАД-4, когда, о, я захожу в дверь, та-та-та-та-та-та, ты убил гражданского. А потом оказывается, что там большая часть гражданских, и ты не можешь себя так же свободно чувствовать, как в других шутерах. С одной стороны, вид от первого лица, у меня в руках автомат, почему я не могу всех перестрелять? Потому что ты, блин, часть полицейского подразделения, ты сюда не за этим прибыл. И каждый раз, перед тем, как ты выезжаешь на задание, это, естественно, планирование, это, что сказали свидетели, которые позвонили в полицейский участок, что на самом деле там происходит, какие намеки, на что обращать внимание. Вот эти вот маленькие нюансики, они погружали тебя в эту атмосферу. Но, к сожалению, СВАД-4 вышел в 2005 году. Игра полюбилась огромному количеству людей. Люди, которые когда-то поиграли в СВАД-4, они отчаянно пытались найти замену, переигрывали, естественно, классический СВАД-4, переигрывали, переигрывали. 16 лет, блин, переигрывали, а замены все не было. Никто из разработчиков не предложил ничего похожего. Крупные издатели на концепцию СВАД, естественно, внимания не обращали, потому что проект не мог приносить миллиарды долларов еженедельно. И тема с успехом заглохла. Но в 2017 году студия Void Interactive представила проект Radio Note, который, по сути-то, был и не стеснялся этого факта нисколько лобовым клоном СВАД-4 со современенной графикой. Разработчики предложили вот эту вот спорную тему формата «Пройди на наш сайт, купи там игру, поддержи разработку, все у нас будет хорошо». Я такие вещи не очень поддерживаю. Я выступаю за открытые системы формата Kickstarter. Но разработчики избрали вот этот вот путь. В течение нескольких лет людям демонстрировали ролики, где работал спецназ, показывали красивую графику, проект выглядел перспективно. Но вот эта вот идея с затягиванием разработки, с демонстрацией роликов формата «Ты еще и пройди сюда» ну, вот вызывали, скажем так, вопросы формата «А что из этого проекта получится?» И вот в конце 2021 года проект Radio Note добрался до раннего доступа в Steam. И в данном случае скептики типа меня, которые, ну вот как вы так деньги собираете, а что вы так долго ролики показываете, а где игра, были посрамлены. И я этому рад, потому что я увидел именно что духовного наследника SWAT 4. Причем задротного в таком вот хорошем смысле этого слова, где разработчики упоролись в проработку многочисленных элементов и при этом предложили работоспособную и увлекательную механику. Если посмотреть отзывы в Steam, то там 96% положительных отзывов люди, которые играют в восторге. Есть, конечно, недочеты, свойственные раннему доступу. Вот так, например, люди жалуются. Ну, искусственный интеллект какой-то туповатенький, нужно доработать. Ну, какие-то там баги иногда пролазят, хотя к чести разработчиков я ни одного из них не увидел. Даже когда мы играли в онлайне в кооперативе, каких-нибудь неожиданных разрывов соединений не было. Это прям рекорд. Некоторые ААА-игры на старте подобной вылизанности не демонстрируют. Привет, Battlefield 2042. Кроме этого, разработчиков можно укорить, возможно, только лишь за то, что они поверхностно подошли к проработке операции. По сути, мы выбираем миссию и выезжаем на миссию. Очень не хватает вот этих звонков, свидетелей, которые там о чем-то рассказывают. Но при этом, когда ты приезжаешь на место действия, ты с головой проваливаешься в эту атмосферу и оторваться уже не можешь. Потом, когда ты проходишь эту миссию, если пройдешь, игра очень сложная, ты внезапно понимаешь, что все действие это вот, ну, бензозаправка, маленький магазинчик какой-то, этаж какой-нибудь гостиницы, очень маленькие локации. Но поскольку работать тебе нужно методично, скрупулезно, комната за комнатой, человек за человеком, не дай бог, кто-нибудь там тебя обойдет со спины, расстреляет твоих оперативников, тебе нужно думать на несколько шагов вперед. Если в комнате несколько дверей, это просто ААА! Что мне с этим делать? Потому что они могут везти в совершенно разные пространства. И опять же, ты начинаешь ломиться в одну дверь и с другой может кто-нибудь выпрыгнет. Каждый раз, когда ты приходишь на миссию, враги располагаются случайным образом, гражданские располагаются случайным образом, некоторые двери оказываются блокированы, на других установлены растяжки, которые моментально выводят твоих оперативников из строя. Некоторые миссии скрывают разные сценарии. Что это значит? Ну, простая какая-то полицейская операция. Кого-то нужно взять и все. Зайти, выйти. Следующий момент. Кто-то начал стрельбу. И здесь действовать нужно как можно быстрее, потому что с каждой секундой гражданских становится все меньше. И ты будешь в буквальном смысле идти по трупам. И ты как бы нашел преступника, ты его обезвредил, но толку никакого, потому что огромное количество людей полегло. Есть миссии формата рейд. Не в темные фэнтези, слава богу. Когда ты оказываешься в зоне действия преступной группировки, там гражданских уже намного меньше. То есть разработчики продумывают разные условия для того, чтобы вы возвращались на уже пройденные миссии и перепроходили их, и чтобы они каждый раз дарили вам новые ощущения. Это очень важно. Чем чище ты проводишь операцию, тем больше тебе начисляется очков. Зачем нужны очки? Просто так. Так начальство оценивает твою работу. Технически ты можешь войти на локацию, всех убить, получить отрицательный рейтинг и выйти. Зато спас всех своих товарищей. Но это не совсем то, зачем люди приходят в подобные игры. Если играть в Radio Note в одиночку, то начинается чистая командная тактика. У тебя в подчинении оказывается два отряда по два человека. Красные и синие. Ты можешь отдавать приказы сразу всей четверке или отдельно. Красным, отдельно синим. То есть вот эти заняли позицию у этой двери, вот эти у этой. Посмотри по двери, цени ситуацию. Выбивай замок, вламывайся, бросай светошумовую, там всех мордой в пол и так далее. Есть удобное контекстное меню, которое позволяет тебе легко всем управлять. Плюс ты сам кое-чего можешь, например, тоже прикрикивать на людей, которые оказались в поле зрения. Если человек начал убегать, не спешите в него стрелять. Это может быть испуганный гражданский. И этот человек в панике может натворить бед. Подстрелите ему колено. Он сразу станет куда более сговорчивым. Если человек поднимает руки, как и в СВА-4, не спешите расслабляться. В следующий момент он элементарно может выхватить пистолет и выстрелить вам в лицо. Поэтому, естественно, перед тем, как выезжать на миссию, нужно думать над экипировкой. Очень внимательно к этому относиться. Какое оружие брать? Какие модули к нему прикручивать? Какая броня? Какое спецоборудование? Все это имеет огромное значение. Не лишним будет, перед тем, как первый раз выйти на миссию, пройти тренировочную зону. Там у нас прямо на базе она располагается. Выбираешь оружие, приходишь и идешь по коридорчику, отстреливаешь или не отстреливаешь цели. Но разработчики на этом не остановились. Они решили сделать из радио нот не просто тактический боевик на одиночное прохождение, а кооперативный тактический боевик. И когда ты играешь с друзьями, и слава богу, если эти друзья разделяют твои увлечения, это дарит потрясающее впечатление. Ты на самом деле чувствуешь себя командиром отряда. Ну или просто подчиненным, который исполняет чужие приказы. Так, посмотри под дверь. Там брось туда световую. Входим, входим, врываемся. Ааа, зачем ты подставился? Маслину поймал! Маслину поймал! Что ты творишь? Зачем ты газовую гранату бросил? Кто тебя просил под ноги светошумовую бросать? Каждая дверь требует к себе внимания. Мы, когда играли в кооперативе, у нас человека вынесли сквозь закрытую дверь. Он подходит, туп-туп-туп, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Наркоман расстрелял оперативника. Кому такое счастье нужно? Поэтому здесь не просто так есть возможность подкрадываться к дверям, аккуратненько взламывать замочки, приотворять дверь, смотреть, что там происходит, зеркальце под дверь для того, чтобы оценить ситуацию. И за это разработчикам из Radio Note огромное спасибо. Плюс к этому, еще раз, это независимый разработчик, у которого нет издателя. И они смогли сразу со старта в раннем доступе обеспечить тебе и одиночное прохождение, и кооперативное прохождение, и игру с незнакомцами в интернете, что немного сомнительно, поскольку все-таки незнакомцы могут тебе элементарно всю игру разрушить, и ты ничего им не сможешь сделать. Например, они могут просто выстрелить вам в лицо. В этой игре есть Friendly Fire, потому что хардкор для настоящих мужиков и увлеченных женщин. Плюс к этому, игра отлично оптимизирована и хорошо идет даже на средних видеокартах типа GeForce, GTX 1060. Я восхищен той работой, которую проделала команда Воин Директив. Они взяли непопулярную тему, как до этого думали, к примеру, крупные компании-разработчики, поскребли по сусекам и сделали максимум из того, что могли. Безусловно, стоит помнить о том, что проект еще только стартовал в раннем доступе, что многих вещей здесь еще нет, типа сколько-нибудь внятной, полноценной, сюжетной кампании. Как она может быть сюжетной кампании? Это полиция! Куда вызвали, там и пригодились. Вроде как нам заявляют одиночную кампанию, поэтому, возможно, к этой миссии будут как-то собраны воедино, чуть более вменяемо, чем просто вот здесь проблема, вот здесь проблема, вот здесь проблема, вот здесь, возможно, криминал по коням. Плюс недоделанные элементы типа искусственного интеллекта, отсутствие бонусов за какие-то заслуги, возможно, потом появится. Где прокачечка? Миша скучает по прокачечке. Я не скучаю по прокачке, просто сегодня, как ни крути, это важный элемент в играх, людям нравится. Розовый скинчик мне сделайте, пожалуйста. Не обязательно розовый скинчик, не обязательно какие-то там яркие раскраски. Костюм единорога. Да-да-да-да, в стиле нынешней. Rainbow Six Siege смогли, и вы тоже. Вот именно, не обязательно раскраски в стиле нынешней Ubisoft, но, возможно, что-то еще будет. То есть, когда вы сейчас смотрите на Radio Note, будьте готовы к тому, что здесь не доработано, здесь не доделано, здесь требуется еще немало времени, чтобы вот этот элемент начал работать так, как надо. Проект, естественно, не закончен, и это никто не скрывает. И, кстати, Виталик, мы тут вспоминали Rainbow Six Siege, и вот, глядя на Radio Note, глядя на то, что проект нашел свою аудиторию в Steam, что проект вот зацепился за людей, которым интересны такие вот задротные симуляторы спецназа, не в формате, как в случае с Сиджами, на противостояние ПВП, а именно ПВЕ, то есть, когда игроки против противников под контролем искусственного интеллекта выполняют задания. Очевидно, что есть спрос на такой вот проект. Возможно, не спрос формата 1 миллиард долларов в неделю, но есть. И вот, глядя на Radio Note, я понимаю, что таким мог бы быть проект Rainbow Six Extraction, если бы компания Ubisoft задавалась вопросом, а что вот любителям игр про спецназ хочется, а не вопросом так по, какие тут у нас есть модные жанры, как мы их можем скопипастить, как мы их можем по-быстрому насадить на движок и элементы Rainbow Six Siege и выпустить это все побыстрее, чтобы срубить как можно больше денег. Кстати, вот вам магазин, вот вам скинчики, вот вам там еще какие-то дополнения, вот вам еще, 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 плати, плати, плати. Да, глядя на Rainbow Six Extraction, ты видишь безидейный такой вот кооперативный боевичок, где спецназ дерется с говном. Зачем это надо, непонятно. Почему это существует? Да, потому что Ubisoft решила скопировать какую-то модную идею. А вот разработчики Radio Note, на мой взгляд, увидели, что есть фанаты SWAT 4 и им, в общем-то, со времен 2005 года, ну там еще дополнения какие-то были, ничего толком не дали. И решили людям вот это вот предоставить. И люди это приняли, и людям это нравится. Более того, некоторые люди в комментариях в Steam отмечают, что Radio Note это игра, которая максимально приближена к самой первой демонстрации Rainbow Six Extraction. Помните, когда оперативники спускаются на вертолете, на крышу, аккуратно там пролазят, стрельба сквозь стены, выводят гражданского? Напряжение. Не было вот этого типичного веселья ПВП-противостояния. Нет, ты чувствовал себя в эпицентре операции. Здесь, конечно, игра не такая дорогая. Здесь на вертолетике вас никто не сбросит сверху. Здесь не придется ползать по стенам и эффектно врываться сквозь запертые окна. Но, тем не менее, участникам полицейской операции она тебе позволяет сполна почувствовать. Еще раз, в 2005 году я был в шоке от того, что у меня в руках автомат, а я не могу им пользоваться. Мне приходится больше кричать на людей, чем стрелять по ним. И здесь мне вернули эти чувства. И это по-прежнему очень увлекает. Поэтому Radio Note однозначная рекомендация даже сейчас в раннем доступе. Если у вас есть увлеченные друзья, берите их с собой. Проведете немало прекрасных часов, ругаясь на гражданских, бандитов и, в общем-то, друг на друга. Потому что накосячить в этой игре можно элементарно слить всю операцию и потом, да, перепроходить все заново. Очень атмосферно, очень красиво, очень умело. Ребятам осталось продукт отполировать, добавить больше миссий. Еще раз, очень не хватает данных перед тем, как ты выезжаешь на миссию. в свидетели, каких-нибудь фотографий, плана местности хотя бы и получится бриллиант. Сейчас же это просто неограненный алмаз. На этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. И в целом, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Фу! Забавно, кстати, что нет до сих пор нормального такого симулятора работы полицейского. Хотя есть. This is the police. This is the police от белорусских разработчиков. Но тоже, не, ну, неотъемлемые атрибуты. Это взятки, работа с мафией, причем переговоры, так сказать. Приехать там, выбрать какое решение, отпустить, наказать. Там очень тонкостей много. Кстати, по поводу работы полиции, я на стриме рассказывал вот эту известную ситуацию, ну, уже известная, когда я играл в PUBG, некоторые люди, когда играют на PUBG Mobile, имеется в виду, некоторые люди, когда играют, по умолчанию включают доступ к микрофону и, соответственно, в эфир изливается все, что они говорят. Я хочу, чтобы это услышало как можно больше людей, потому что стрим, очевидно, смотрело не так много, как хотелось бы. И я когда играл, там был дяденька, дяденька очень серьезный, на рабочем месте, прям очевидно, что рабочее место, много дел, да, и вот он играет в PUBG Mobile на этом рабочем месте и тут к нему в кабинет, ну, очевидно, кабинет, потому что там тук-тук-тук, можно, да, можно, заходит какая-то девушка и говорит, мне тут взятку предотлагали в суде, тут сказали закрыть глаза на это, на это, что мне делать, ну, а что ты не взяла, сколько предлагали, а вот это все... Виталик такой, будьте добры, помедленней, я записываю. Так, пожалуйста, город, район, где сейчас находитесь, имена, к сожалению, этого всего не было, так можно было бы сразу вскрыть всю преступную группировку и отправить данные ФСБ, но, к сожалению, там было все скрыто, так сказать. Вот почему, кстати, вот почему игровые компании должны хранить логи всех данных, переписок и, естественно, голосовой чат. Все это должно сохраняться. Вот, вот какие вещи творятся в эфире. Я не успел записать, блин, а так было бы, Андрюха, у нас тут разговор в PUBG, возможно, криминал, поконим. Вызывайте СОБР, будем брать их тепленькими. Ментозавры, PUBG Edition. Поехали. Мне тут взятку предлагали, что делать? А сколько? Давай подумаем. П. Правосудие.